Они изменили служебную форму на спортивную, чтобы вызначить самых спрытных, мощных и креативных. На базе в озере Старыку в Гомельском районе проходит 16 республиканских трустичных взлет работников мытных органов и предприятия «Белмыцервис». В программе 7 с поборництва у темлику творчая. За звание переможцы смагаются 12 команд. На место спортивных баталий побывала наша сдымочная бригада. Водный слалом, биатлон, геровый спорт, полоса пирожкот и волейбол с закрытой сеткой. Все это еще напереде. А сейчас у расисты открытие туристичного взлету. 16-й год запор и они собираются разом, чтобы проверить командный дух на тривалость. Самое главное, чтобы дух соперничества никогда не перекрывал тот дух братства, который всегда у нас присутствует в последние 16 лет на таких мероприятиях. У мытным комитете распроцована целая сетка спортивных чемпионатов, размеркованных на год. Из-за усюдых это командная, с устречи на разных пляцовках краины. На их высветляют лепших, однако все застаются одиной командой. Вот сейчас им необходимо будет продемонстрировать выдатную физическую подрыхтовку, высокую худкость и зладженность деяния. Первое выпробование водой. У слалами удельники переодоливали на байдарках так званые вороты у строго вызначенном парадку, да и еще и на худкость. Хочу сказать, что трасса очень сложная. 12 ворот, вода большая, слава богу, что нет ветра. И вот мы вторыми выступили, нам пока удалось предыдущую команду обогнать на секунду. Это говорит о том, что будет борьба очень серьезная, большая и я думаю, здесь будут серьезные результаты. Подтримка сбоку глядачу отчувалась мощная. Не глядяши на то, я чия команда выступая, аплодисменты и веншевание с финишем гучали от усих. Стомленность снимала я крокой. Больше волнения перед стартом. Когда садишься в байдарку, берешь в руки весло, обо всем забываешь и нацелен только пройти без ошибок. Трасса проходит на одном дыхании, команда очень хорошо слышна друг друга, как переговариваются. Выники с поборництву подведутся уже завтра. Евгения Кухаронок, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель».